Новогодние игрушки Новогодние игрушки Новогодние игрушки Новогодние игрушки соль, мука. Одна часть соли и две части муки. Соль брать мелкую? Да, обыкновенная экстра соль нам подойдет. Никакие с добавками соли, морские соли нам не подходят. Воды сколько добавлять, чтобы нужная консистенция получилась? Воды я всегда добавляю на глаз. Мука бывает разная. И, соответственно, по-разному может себя вести в тесте. Потому я всегда смотрю по консистенции. Она должна быть мягенькая, не липнуть к рукам. Плюс она не должна быть сухая. То есть, когда мы ее сгибаем, она не должна ломаться. То есть, не должны образовываться какие-то трещинки. В этом случае наше тесто готово к тому, чтобы мы с ним работали. Итак, давай приступим к лепке снеговичка. А я пока расскажу, какие еще нюансы есть с тестом. Я предлагаю поделить поровную работу. Я делаю нижнюю часть, а ты делаешь голову и шапочку. Этот снеговичок очень милый. У него даже нос морковкой. Такого мы будем делать сейчас, да? Что мне нужно? Голову, то есть небольшой шарик. Небольшой шарик. Мы, кстати, должны их с тобой померить, чтобы твой шарик был чуть-чуть меньше, чем моего. Еще меньше? Ну, не так достаточно, я так думаю. То есть, мы делаем два шарика. Одно это у нас тело, второй шарик это голова. Вот такой. Ну, это как из снега обычного лепить снеговика. Ну, практически. Единственный нюанс в изготовлении изделий из теста в том, что они у нас получаются на плоскости. То есть, не объемные. Потому что тесто у нас достаточно мягкое, податливое и выстроить какую-то фигуру вверх достаточно сложно. Я пошла лепить уже маленькие, кругленькие шарики. Это наши ручки. В принципе, фантазии вашей тут нету предела. Можно добавить и шарфик, какие-то пуговицы, снежинки. Все, что вы считаете нужным, можно добавить. Это, как я говорила, прекрасный материал для работы с детьми. Потому что он экологичный, он совершенно натуральный. Я вам советую использовать в это тесто обыкновенную питьевую воду. Потому что, когда детям говоришь, что это тесто, они обязательно пытаются попробовать в рот запихнуть. Потому воду из-под крана я не беру, я беру чаще всего чистую воду. Правильно. Итак, мы соединяем голову с туловищем и с ручками. У нас уже получается вот такая маленькая основа. Но мы на этом не останавливаемся, продолжаем. Конечно. Вот шапочка. Да. В детстве, когда я делала соленое тесто, я добавляла туда немного клея ПВА. Он становится более пластичным и хорошо застывает. Меньше вероятность того, что он потрескается потом. Так у тебя уже опыт. Конечно. Ты из детства. Слушай, а кто тебе научил? Мы делали с мамой, с бабушкой. Тоже это у нас такая семейная традиция. Вместе рукодельничать. Слушай, а долго сохраняются вот такие вот игрушки из теста? Годами? Или на следующий год придется новые делать? Нет. Достаточно долго хранятся такие игрушки. Главное, это покрыть двойным слоем краски и затем закрепить это все хорошо лаком. Об этом мы еще поговорим. В тесто также иногда добавляют глицерин для того, чтобы тоже оно было более пластичным. Но по моему мнению, это уже какие-то изощрения. У нас тесто стандартное. Используем мы его для обыкновенных поделок. Хочу тоже обратить внимание на то, что тесто материал достаточно тяжелый. Потому какие-то большие игрушки я вам не рекомендую делать на елку. Делайте лучше побольше маленьких, красивых и украшайте полностью всю елку. Конечно. И тогда есть где разгуляться фантазии. Если мы замесили очень большое количество теста и будем лепить много маленьких деталей, то нам лучше тесто хранить в полиэтиленовом пакете. Оно должно быть закрыто, потому что оно быстро обветривается. Когда тесто обветрилось, на нем образовывается такая корочка. Потом эта корочка, она плохо у нас будет мяться и будут некрасивые изделия получаться. Поэтому лучше храним закрытым тестом. И в холодильнике, да? Или нет? Ну вот если, например, у меня на неделю растянется это удовольствие игрушки делать. Абсолютно верно. Можно хранить в холодильнике. Точно так же в кулечек мы заворачиваем. Ничего с ним не сделается. Оно точно таким же и останется. Здорово. И есть еще тоже нюансы. Чем дольше мы держим в руках тесто, тем более пластичное оно становится. Да? И мягкое, да. Может даже произойти такое. Детки обычно любят. То есть они когда делают какую-то игрушку, они долго мнут, мнут, мнут до того, как начнут изготавливать что-то. И потому оно становится совсем липким, даже может начать прилипать к рукам. Да, он не начинает. Мы что делаем? Мы просто его кладем и оставляем буквально на пару минут. Буквально через пару минут оно немножко начнет подсыхать. И, соответственно, снова станет абсолютно податливым для того, чтобы с ним работать. Надюш, ну я за тобой не успеваю. Ты уже и глаза сделала, и пуговицы, и уже полноценный у нас снеговик. А он меня вдохновляет просто. А, кстати, хочу тебе рассказать о том секретике, который я говорила, который хитрости придумала. Так как мои друзья, они постоянно приходят ко мне в гости и смотрят на новогоднюю елку. Ну, конечно же, я не могу оставить из без подарков. Когда они рассматривают новогодние игрушки, говорят, ой, как красиво, и это ручная работа, у меня они ценители все ручной работы. Конечно же, я могу снять и подарить им несколько работ. И так я прикинула себе, что иногда к Новому году елка уже полупустая получается. И потому я решила в этом году сделать необыкновенные вечера, когда мы готовимся к Новому году и делаем вот игрушки все вместе. На самом деле, выглядит это очень замечательно. Один вместе тесто, другой катает, третий нарезает, четвертый склеивает. И это настолько весело, и время провождения, и с детьми, и с родными, и с друзьями. И каждый, кто потом уходит от меня, забирает с собой несколько новогодних игрушек, и вместе время провели, и каждый остался с подарком. Вот так вот уже готовый снеговичок, но еще не раскрашенный, должен подсохнуть, прежде чем мы будем его раскрашивать? Да. Подсушить мы это можем в обыкновенной духовой печи. То есть мы тесто будем выпекать, делаем мы это совершенно простым способом, кладем нашу поделку в духовку, причем в холодную, и затем нагреваем ее, и, соответственно, тесто постепенно нагревается вместе с духовушкой. До какой температуры? Максимальная температура 80 градусов. То есть небольшая температура, в принципе, точно так же, как вы подсушиваете сухарики. А на батарее можно высушить? На батарее нежелательно, там очень резкая температура, и тесто может просто расколоться, пойти трещинки. Но даже если случается такое, что что-то оттреснуло, откололось, бывает всякое, может даже упасть на пол, то ничего в этом страшного нет, вы берете обыкновенный суперклей или клей ПВА, и склеиваете две детальки. Того снеговичка, которого мы с тобой, Наденька, сделали, мы оставляем сушить. Ну, а у вас, когда будет минутка свободная, в промежутках между изготовлением новогодних игрушек, выпейте чашечку кофе, как мы с Олей. Обязательно. Все начинается с Нес-кафе. А сейчас я подготовила уже высохшего снеговичка, который мы можем раскрасить. Красить мы будем акриловыми красками. Это лучше всего, потому что гуашь тоже может потрескаться. И тоже такой нюанс, когда мы будем раскрашивать, тесто наше действительно должно быть полностью высохшее. Иначе оно начнет ссыхаться вместе с краской и тоже даст трещины. То есть абсолютно высохшее у нас тесто. Итак, начинаем мы с основного цвета белого. Во-первых, потому что его больше всего в снеговичке. А во-вторых, когда мы будем использовать красный-зеленый цвета, мы можем перекрыть белый цвет, если где-то куда-то мы вылезли. Перекрыть, например, зеленый-красный цвет намного сложнее белым. И аккуратно начинаем раскрашивать. Цвета мы, конечно же, выбираем по своему усмотрению. Вы можете выбрать цвета, которые наиболее используются в этом году. Это голубые, синие. Ну, мы используем классический красный и зеленый. Да, ну, в принципе, снеговик-то должен быть белым. Красный у нас будет нос и шапочка. Олечка, я правильно понимаю, что акриловые краски безопасны для детей? Ну, если их не есть, конечно. Да, это краски на водной основе, они безопасны, без запаха. Смело используйте их вместе с детьми. Какое это приятное, успокаивающее, праздничное, умиротворяющее занятие. И в результате у нас получается вот такой вот снеговичок. Сейчас мы с тобой, Наденька, покрыли только один слой. Желательно покрыть двумя слоями, потому сейчас мы оставляем нашего снеговичка высыхать. Но, в принципе, уже итог понятен, что мы еще раз покрываем такими же цветами. И затем желательно закрепить лаком. Это обыкновенный лак для художественных работ. Может быть глянцевый, может быть матовый. Для того, чтобы наша деталь на годы долгие сохранилась. И, возможно, даже внукам перешла. Макароны. Макароны. Это тоже, конечно, просто невероятное поле для творчества. В зависимости от того, какие у нас есть макароны, соответственно, разные изделия у нас могут получиться. Можно сделать любую конструкцию. Это может быть и елка, и снежинка. Можно какого-то зверя. Тут тоже мы можем размахнуться в нашей фантазии. Сейчас мы будем из вот таких колесиков и, вытянув таких вот макарошек, делать точно такую же снежинку. Все достаточно просто и легко. Соединять мы их будем с моим любимым горячим клеем. Да. Также это можно сделать любым быстро сохнущим клеем. Любой суперклей тоже подойдет. Пывашечка. Пывашечка долго сохнет, потому не подойдет. Нам надо так, чтобы произошло все моментально. Раз и склеилось. Разделим опять наши обязанности. Тебя, Наденька, я попрошу склеивать кружочки. А я пока сделаю вот эти вот длинные части и потом присоединим их вместе. Серединка у нас это просто три одинаковых колесика вместе склеенные. Каких-то особых правил тут нет. Главное, чтобы они очень плотно прилегали к друг другу и затем не отваливались. Чем больше будет площадь соприкосновения, соответственно, тем лучше будет держаться. Ну и соединяем две макарошки. Соединяются они буквально пару секунд и готово. Я хотела бы напомнить о том, что в разгаре наш конкурс новогодний. И если вы украшаете свой дом какой-то необыкновенной свечкой, просто ставите ее на подоконник, либо весь ваш дом утопает в новогоднем декоре, присылайте нам свои работы. Я очень хочу посмотреть, что у вас получается. И мы с Наденькой приготовили необыкновенные призы для вас. Мы ждем вас в нашей студии и готовы отдать вам ваши призы. А вы присылайте нам свои работы. Это сплошное удовольствие, я вам скажу. Сделали серединку, затем крепим к ней другой элемент. И так поэтапно, по чуть-чуть, мы добавляем, добавляем. Вспоминаем о том, что снежинка у нас имеет шесть граней. Это, наверное, главное для того, чтобы она была похожа на снежинку. А остальное – это ваша фантазия. Затем нам необходимо это покрыть слоем краски. Желательно тоже два раза. Высыхает один, покрываем вторым слоем. И затем это все можно закрепить тоже лаком. Очень красиво смотрится, когда сверху можно притрусить еще солью. Это создает такой вот эффект, как будто мороз там застыл на этой снежинке. Или можно использовать какие-то блестки. Например, у меня есть специальные блестки, которые создают этот мерцающий эффект. Да, вы видите мерцающий эффект, потому что блесточки Оля применила. Можно также схитрить и использовать лак для волос с блестками. Для того, чтобы можно было повесить нашу снежинку или нашего снеговика на елку, конечно же, мы берем любую ленточку, либо ниточку и продеваем сквозь. Это тоже совершенно простая легкая работа, с этим каждый справится. И я надеюсь, что ваша елка будет самая неповторимая, и все друзья будут завидовать. С наступающим! Субтитры создавал DimaTorzok